работаем работа всем здарова всем привет ладно сегодня готовим вкусный сэндвич сыром сыром не мясом вот для этого мне понадобится пару кусочков хлеба бриоши как можно больше сыра чедра плавленого и пармезан первым делом на сковородку нальем чуть-чуть масла и раскалим когда сковородка раскалилась мы обжариваем наш брешь с двух сторон потом на эту жареную сторону мы переворачиваем кладем сыр и закрываем для того чтобы внутри у нас хлеб был немножко жареный и сыр подплавился еще быстрее за счет того что мы обжарили хлеб и у нас горячий короче прижимаем а вот прям такая корочка все выключаем и получается у нас теперь мы берем сыр и пармезан ничего страшно если он у вас попадает на сковородку это так и надо будет нам еще тоже пармезана побольше закрываем и вот теперь самый главный фокус трем пармезан на одну сторону прям много-много-много прям не жалеем и сверху кладем наш сэндвич чтобы у нас получилась сырная корочка и потом будем повторять также с другой стороны обязательно включаем но на низкую температуру ну собираем весь сыр по кругу прижимаем и даем чтоб немножко сыр еще расплавился и еще добавляем прям вот так вот потом этот сыр по краям надо еще будет на наш сэндвич тоже размазать сыра мало добавлять не надо его на должно быть много теперь берем поднимаем наш сыр вот видите чтобы собрать со всех сторон эту корочку не даем подтопиться сейчас еще быстренько приготовим соус обычный греческий йогурт немножко чили пасты и немного свежего зеленого лука и ставим еще немножко на декор сверху ну и ставим еще немножко на декор сверху все соус очень простой чуть-чуть будет островатый но это нам и надо очень вкусно будет сочетаться вот и смотрим что у нас получилось получилось у нас очень классно Сырная корочка. Все, отлично. Все, снимаем наш тост. Даем ему чуть-чуть остыть. Прям надо вот так вот надавить. Чуть-чуть даем остыть, буквально минутку, и будем пробовать. Четко? Один кадр. Все? У вас один кадр. Все. Все, пошла? Да. Одна попытка, и мы должны ее использовать. Все, проверяем наш тост. Прям надрываем и тянем. И у нас должен тянуться сыр. Вот, видите? Все. У вас получился офигенный сырный тост, который прям надо уже пробовать. Вы сами видели, что это очень просто, это быстро, и не надо заморачиваться. Никакое мясо там, не знаю, ни колбасы. Просто сыр, хлеб и соус. И настроение просто отлично. Готовьте вот то, что я, и у вас все получится. Что ты снимаешь? Спасибо.